здравствуйте мои дорогие друзья сегодня у нас вот такая вот вкуснятина это макароны и котлеты по-киевски я их очень обожаю они внутри должны быть с маслом они покупные не домашние огурчики здесь помидорчики в общем все все очень вкусно и очень аппетитно я после работы голодный капец я теперь уже снимаю с лампой сейчас обсудим всем приятного аппетита лайкосы и подписочки с вас давайте начинать давайте попробуем сразу ее разрезать эту котлетку посмотреть мне тоже очень интересно увидите там есть масло эти как она убегает вот это настоящая котлета я считаю что это как это настоящая гляньте сколько масла ребят прямо жалко что она полетела просто в никуда вилка буду есть ложкой коллега на работу кусать именно руками в общем давайте начинать перемешаем макароны что-то уже немножко подостыли мне кажется только их сварил очень вкусно котлетка смотрите какая обалденная по всем канонам ребята это обалденнейший котлета хоть они покупные хоть они по-киевски но я их очень люблю ребятки были неполадки со звуком сейчас их устранил но я думаю вы хорошо очень видели эту саму котлету которая потекла аж бедолага как вы видели я и в инстаграме и уже видосик уже должен выставить сейчас ну смысле перед этим видео по поводу лампы сейчас у меня будут ракерсы меняться я буду экспериментировать пробовать вы естественно мои главные дегустаторы будете смотреть говорить потому что режимов очень много сейчас вообще как я и раньше когда-то хотел я снимаю в полной темноте именно только вот этот лампа сейчас меня освещает как она получится как она на выходе будет большой 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 вопрос ребята какие-то кстати мы брали не дешевых есть там вообще дешманские вот именно вот эту взяли мы по-моему они там на килограмм идут что цена около 800 рублей вот качество мне довольны огурчики шедевр рать какая дыромах она вся была маслом заполнена ребята очень все вкусно как бы и куда бы и кстати подписывайтесь в инстаграм я там фотографирую но моя жизнь имею ввиду там идет обсуждаем комментируем ну и все такое даже про лампу у меня там был конкурс последний кто угадает что в посылке вот я кстати планирую открывать посылки вместе с вами делиться тоже что придет а вы будете угадывать если хотите такие котлеты просто бомба я недавно был в столовой и прямо вот брал такие же самые макароны классные они рассыпаются в прошлом видосе я вообще замазался кушал туда пельмени и мне некому было подсказать что у меня там замазюрка появилась поэтому блин мне настолько стыдно если честно за этот случай вот макарошечка упала всего прям не углядишь поэтому бывает все что хочешь в этом плане по поводу пельмени да съела килограмм сам не думал если честно но очень давно хотел это сделать дома не повторяйте ни в коем случае никаких обстоятельства такое я если честно вообще килограмм помог бы есть целый день мне пряня хватило ну как же есть котлетку ребятки чтобы она не вытекла скажите как правильно ее кушать давайте вот так попробуем или просто как сосуда не как сосуда просто выливается масло видно вам гляньте сколько масла давайте в макарошки все таки этаж сливочное масло ложка вторая ложка две ложки масла представляете балдеж это просто балдеж с лампой тоже пока разберешься пока выставишь ее пока поймешь какой цвет тебе нужен а кушает охота аппетит давит короче тоже все быстренько 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 ну а кстати сейчас женой есть разногласия скоро будет год каналу и у меня много идей много предложений в общем всего рассказывать не буду но как-то хочется выделить этот день провести его с вами быть с вами что лучше кушать как в чем быть какие задачи какие конкурсы о чем беседовать в общем очень много у нас вопросов но не вопроса как когда он будет я объявлю ну это наверное не на этих а через выходные огурчики прям прям бомба помидорчики конечно зарядки вкуснее все равно как пойдешь помню маманьке прям помидор было просто море и они были где-то по грудь представьте их подвязывать надо каждый раз поливать и помидоры там висят розовые все розовые я когда еще был малым мы их продавали их настолько было много что просто даже девать было некуда и я с бабушкой ходил на рынок продавал кричал ну мне там было лет 7 по-моему потом сейчас такой рассказываю момент интересной жизни вот и мы продавались всегда буквально там за час за два мы продавали потому что бабушка меня брала я кричал ну я имею в виду а мы дешевле мы дешевле на рыночной вообще потому что нам надо было быстрее продать и оттуда вот так что я был как акция знаете акция помидора я думал чем быстрее продадим тем быстрее пойдем и меня это вообще двигало вообще капец люди которые шли видели что такая рекламная акция идет а весов еще не было так и кантор был и бабушка все для душа она еще больше насыпала то есть помидоры вообще получались нам халявные она кантор все думали что кантор брешит там ну врет и бабушка больше насыпала то есть полтора килограмма насыпала чтобы уже люди там безо всякого брали и довольные были каждый говорит я пойду перевешу потому что тут что-то не то никто не возвращался потому что там было даже на глаз видно что больше килограмма помидоры были вот вот такие помидоры уже килограмм есть так что так брали крапчучку знаете который за ручку берешь два колесика и на ки-ку-ки-ку-ки-ку за вами эти лепали на рынок были времена кстати с этой лампой я смотрю на ручках прям кружки такие интересные как нимбы и на вас я смотрю тоже как нимб у меня вокруг телефона поначалу сложно смотреть а потом привыкаешь зайчиков нима телефон 아침 номер номер исправили ando номер вы и до да Субтитры сделал DimaTorzok Поторопился Наверное, такой на микрофон серп был хороший Ну, масло я, наверное, выпью, потому что за него деньги уплачены Так оно солененькое С курочкой В общем, даже масло вкусное, ребят Капец Я вообще не пожалел, что купил вот именно такие киевские котлеты Потому что в них и масло И мясо И вот этот запах Вкусный Именно вкусный запах Оооо, и водички я попил Многие говорят, многие следят за этим Чтоб я водичку пил Молодцы, ребят Все, я покушал С вами повспоминал недалекое свое прошлое Или далекое уже Надеюсь Вот Мне было очень приятно, что вы со мной были Я надеюсь, вам было так же вкусно, как и мне Все На этом будем заканчивать Огромное спасибо, что посмотрели Приходите еще Будет интересно Еще раз говорю, что скоро будет у нас годовщина Будем встречать вместе Я об этом объявлю И Вместе Будет весело Все Огромное Всем Еще раз спасибо Все, ребятки, давайте Пока Субтитры сделал DimaTorzok